физические упражнения это конечно очень хорошо но по-моему просто заниматься зарядкой на площадке это скучно я хочу чего-то большего большой спорт у меня есть форма иду играть футбол начинаем курс футбол для чайников а поможет мне разобраться во всем супер крутой блогер который пожалуй знает о футболе все саша журавлев саш привет претен ты судя по форме решила научиться играть футбол знаешь что я хочу сыграть футбол су-е-фа ты понял да просто если не футболе просто прием мяча отработаем ладно я даю ты принимаешь я понимаю ты молодец ты хотел показать свою вести но симулировать тоже надо уметь понимаешь симуляции это важнейшая часть футбола а че сейчас плохо было сейчас было ужасно если бы я это увидел в футболе я бы мне кажется меня бы вырвало прости конечно ну давай а давай так давай я тебе сейчас научу симулировать покажу неймара он просто бог симуляций и ты за ним будешь повторять короче смотри сейчас я тебе покажу симуляцию неймара с неймар просто бог симуляций он симулирует круче всех в мире он делает это так как будто хочет в театр пробиться в любой московский вот точно возьмем за кого он играет чем знаменитый вообще он нормальный футболист я бы очень хотел чтобы он играл в московском спартаке но он к сожалению играет в пассажире может быть в барселоне иногда периодически вот из сборной бразилии вот он один из лучших в мире наверное один из пяти лучших футболистов мира серьезно но симуляция нормальный парень вообще с ним не так слушай ну и мощь часто бьют по ногам и часто он зарабатывает правильные штрафные при этом он хочет еще чтобы было дополнительно что ты несмотря а в чем симуляция в том что ему очень больно что это дает мужа смотри симуляция нужно для того чтобы игрок показывать что на мне нарушили правил если судья ему верит то он может того игрока удалить и команда останется в меньшинстве и назначить штрафной или пенальти то есть принципе он ну как бы хочет помочь своей команде да да но это нечестно как же тут определить вот это должен тебя сделать и ты должна максимально сыграть это чтобы это было максимально похоже на симуляцию на чемпионате мира в россии просто взорвал все когда перекатился он наверное 1 5 перекачивался через себя на самом деле там был просто такой вот комариный укус и он сделает что ему так больно так плохо вот самая моя любимая его симуляция когда он сам бежит сам втыкается в игрока соперников штрафной и падает и ходит чтобы назначили пенальти по моему это просто идеально то есть это легко довольно тебе не надо кататься по полю ты защитник там игра идет ты туда смотришь вот вся туда сосредоточена я остальное все сделаю сам симулируешь ты да я играю сейчас да потом будешь наоборот идет игра идет подача ты ждешь 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 дождешь ой 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 нормально я тебя уже увезла куда либо тебе тебе я не помню как Кому дается? Ну, то есть ты нарушила правила, как ты думаешь? А, я? Я почему-то чувствую вину. Нет, ты прикольно симулируешься. Ну, конечно же, нет. Это все симуляции. Ну, давай сама попробуй тогда. Смотри, в общем, какие главные атрибуты. Игрок соперников не должен думать, что ты сейчас будешь симулировать. Вот ты здесь стоишь. Я в тебя вбегаю. Понимаешь, должно быть реальное касание об тебя. Если касания реального об тебя не будет, то никто не поверит. То есть должно реальное касание быть. И потом ты сразу отталкиваешься, как будто, знаешь, я тебя вот так локтем толкнула. Ну, ты меня толкнула. Сначала вбегаешь, потом делаешь вид, как будто тебя ударили. И самое главное, ты должна дальше продолжать несколько секунд делать вид, что тебе очень больно. То есть три составляющих. Касание, потом падение и боль. Давай, повторяй. Ладно, давай, давай. Что, у меня должно болеть? Ну, слушай, ну, неплохо. Неплохо было. Макс, симуляция была, симуляция или правда нарушение? Как думаешь? Аааа. В смысле? Отлично, нарушение. Все, пенальти давай. Молодец, молодец. Смотри, ну, эту симуляцию ты показала хорошо, реально. Теперь тебе нужно просто выйти на новый уровень. Начинаете, например, в России, Наймара еле коснулись вот по ноге, а он сделал вид, что там ему чуть ли не наступили бутсы со всей силы и начал переворачиваться несколько раз. Вот сюда, не-не, вот сюда ногу ставлю. Подходишь. Ага, и погоди, вот здесь вот. Не, вот одна нога у тебя здесь, одна здесь. Ты рукой забираешь мяч, но в это время чуть-чуть меня касаешься. Ногой. Вот как-то... Ой-ой-ой. Зачем ты это сделала? Вот это ты. Вот так сможешь? Нормально. Хорошо? Я Неймар. Ты Неймар. Hola, ¿cómo estás? Нормально или в другую тоже? Смотри, Макс, снимите Макса. Макс, покажи. В смысле? Макс! Очень замедленная у тебя была реакция. Понимаешь, тебе нужно... Вот я тебя коснулся, и ты сразу так... И резко делаешь. Да. Все, давай. Давай. Доктор! Молодец. Я считаю, что ты справилась, учитывая, что у тебя было мало времени, учитывая, что ты первый раз видела мяч, видела футбол, поэтому я решил начать с этого, потому что это, ну, такое, самое легкое, наверное, в данном случае. А я бы сказала, что это очень даже непросто. Это непросто, но бить по мячу и забивать мячи еще сложнее, особенно если ты никогда не играла. Поэтому... в следующем выпуске я на тебя научу бить. Ой, да хоть сейчас. Пойдем, смотри, что тут. В следующем выпуске? Ну, подожди, тебе надо отдохнуть, восстановить, у тебя же травма. Ну, ты что? Удяй, подожди. Все, друзья, спасибо, что посмотрели. Я пойду лечить Тияну. Пошли в другую сторону. Там медики, там медпункт, медпункт там.